Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Аня Дзука и в комментариях меня очень часто спрашивали в последнее время, как играть с помощью джойстика вот в эти вот фанатские версии Mortal Kombat, Мугеновские, Mortal Kombat Project или Mortal Kombat Defenders of the Earth. Короче, ребят, сегодня я покажу вам, как раз таки пришла посылочка из Китая, приехали USB джойстики, которые я давно заказывал, вот такие вот, типа Super Nintendo и сегодня на примере Mortal Kombat Defenders я покажу вам, как настроить джойстик, это все очень просто на самом деле, я знаю, что многие сами разобрались, но очень много комментариев было, поэтому я сегодня вам это покажу, заодно продемонстрирую, как вот эта тема работает. В общем, заказал я сразу два джойстика, которые повторяют форм-фактор Super Nintendo геймпадов, ну, то есть это обычный USB геймпадик, геймпад, контроллер, джойстик, как хотите это называйте, но мы с детства привыкли называть это джойстик. Вот, короче, как Super Nintendo давно хотелось, ну, обычный дешевый китайский, сами понимаете, 250 рублей штука, это не деньги, потому что продаются разные там беспроводные по 2-3 тысячи рублей за штуку, мне такой нафиг не нужен, мне лишь для того, чтобы иногда поигрывать в мугенчики. Вот, ну и на примере его я сейчас покажу вам, как настроить управление в мугене. Это подойдет, в принципе, к любой игре, Mortal Kombat, фанатской, вот этой мугеновской. На всякий случай, если кому будет интересно, ну, оставлю ссылочку в описании, где такие джойстики я покупал на продавца. Ну, может, вы что-то поинтереснее найдете получше, это, конечно, такая, ну, простецкая вещь, как бы, не супер качество какое-то, ничего такого особенного в этом нет. Ладно, давайте, ребят, переходим уже к настройкам, чтобы вы все увидели сами. То есть вам, по сути, подойдет любой, любой джойстик USB, по сути, любой, который подходит к компьютеру, то есть не обязательно вот такой, просто мне вот захотелось. Так, давайте, смотрите, ребят, вот есть режим, сразу переходим в опции, настройки. И здесь, в настройках есть вот эта вкладочка, называется Input Config. Заходим в нее. И здесь, смотрите, есть K-Config, это конфигурация кнопок на клавиатуре, если вы с клавиатурой играете в это дело. И есть джойстик. Джойстик Enable, то есть, это значит, джойстик ключен. И джойстик конфиг, здесь мы должны проставить кнопки. Короче, заходим сюда, и вот, смотрите, конфиг all, нажимаем там Enter, например, и у вас сейчас переходит, видите, курсор мигает, видишь, на расположении кнопок. Up, это вверх, down, вниз, left, right, ну вы сами понимаете, да? И, соответственно, я на геймпаде также нажимаю эти кнопки. Я нажимаю вверх, нажимаю вниз, нажимаю влево, нажимаю вправо. У меня просто сейчас уже под его раскладку уже настроено, поэтому справа, где вот эти цифры А, там идут буквы А и цифры, там ничего не меняется. У вас может начаться это, ну, замена идти. Это значит, что все работает. Вот, дальше, смотрите, кнопки ABC, XYZ. Это, по идее, идет расположение кнопок на джойстике от Sega, от Sega Mega Drive. Там было три кнопки внизу, ABC, которые отвечали за нижний удар рукой, блок и нижний удар ногой. Потом XYZ, соответственно, отвечали за верхний удар рукой, бег и верхний удар ногой. То есть, в голове это держите, и примерно, когда будете сейчас прожимать раскладку, ну, представляете, где эти кнопки будут расположены, чтобы вам потом было удобнее играть. Я, например, блок и бег вешаю на шифты. Ну, вот сейчас, ребята, вам покажу. Вот, смотрите, вот эти вот шифты. То есть, я на этот вешаю блок, а на этот вешаю бег. Ну, то есть, чтобы мне было удобнее, как примерно, примерно, как Mortal Kombat X раскладка получается. Вот, ну, соответственно, давайте прожимать. Значит, А. Б это у нас блок. С это у нас нижний удар ногой. Значит, X это высокий удар рукой. Y это бег. И Z это верхний удар ногой. Старт, это старт. Это вам пригодится тоже старт, чтобы в игре нажимать на паузу, там, ну, и смотреть суперудары. Дальше. Давайте теперь выходим отсюда. И обязательно нужно load save вот здесь. Настройку нажать вправо. Видите, появилась кнопка save. И нажать сохранить. Чтобы ваша настройка сохранилась. Иначе, когда вы выйдете из игры и зайдете заново, у вас джойстик опять не будет работать. Такие дела. Все сохранено. Выходим. Ну, и можно зайти, не знаю, в тренировку. И попробовать, что у нас там может делать персонаж. Например, возьмем Sub-Zero. Скорпион. Сейчас потыкаем кнопочки. Как все это работает. До этого я пользовался геймпадом от PlayStation 3, но там была заморочка. Нужно было программу и этот SCP сервер устанавливать и ее каждый раз включать. Это было неудобно для меня. А теперь я спокойно все это могу делать. Вот, пожалуйста, камбушечка за Sub-Zero. Заморозочка. Это, по-моему, верхняя заморозка можно сделать, да? Так, подкат у нас идет сразу три кнопки и назад, да? То есть, ну, блок и два нижних удара и назад. Вот, пожалуйста. Вот. Все делается без проблем. Вот, смотрите, ребят, нажимаем паузу. Старт, короче, да? И здесь у нас прописаны все приемы. Вот, тоже в комментариях спрашивали, где посмотреть комбо, где посмотреть фаталити. Всегда все расписано. Если Муген хорошо подготовлен, там, боец полностью готовый, сделанный, то, пожалуйста, вот, нажимайте паузу и смотрите. И также перелистывайте странички влево-вправо. То есть, это первая страничка. Здесь специальные удары идут. Дальше идет, вот, комбо. Вот, видите, ХП. ХП – это высокий удар рукой. Хайт панч. Вот. Хайт кик – это высокий удар ногой. Ну, то есть, знаете, да, наверное. Эйч – это хайт, высокий. Лоу – это низкий. Ну, соответственно, вот такие комбинации. Ну, и фаталочки. Тут все фаталити, как правило, простые. То есть, три раза вниз, три раза вперед, три раза назад. Фрэншип, видите, дружба – три раза бег. Мерси – хайт кик. Анималити – хайт кик. Бруталити – 10 раз высокий удар. Так, стейдж – фаталити и бабалити. Все расписано, ребят, видите. Также тут, видите, вот, расшифровочка идет ударов. Брейкер, видите, блок плюс бег тоже. Тоже, как раз, удобно нажимать, как X-Ray в Мортал Комбате. С такой раскладкой с нашей. Так что вот так, ребята. Все работает. Можно играть, спокойно, не париться. Интересно, можно ли сделать заморозку верхнюю сразу после этого. Ну что-то не получается, но, возможно, можно. Задроты, наверное, умеют. В общем, все, ребят. Я думаю, всем все ясно, все понятно. Все элементарно, на самом деле. Делайте, настраивайте. Любой геймпад дешевый самый. Вот, я говорю, за 250 рублей штука получилась. В общем, может быть, где-то найдете чуть поп... Ну, вообще можно купить, конечно, везде в магазинах продаются, типа, под PlayStation, сделанные с торчащими стиками. Но мне для этих игр стики не нужны. Я специально хотел вот такой, чтобы была просто крестовина. Геймпадик. А стики эти, как правило, они дублировали эти кнопки, дублировали крестаин. У меня уже был наподобие. В общем, мне это было не нужно. Со стиками я играю уже там на PlayStation. В общем, нафиг. Вот самый простой, аркадный, можно сказать. Не аркадный, но, короче. Повторяющий форм-фактор Super Nintendo я себе взял. Может, вы найдете и повторяющую форму Sega. Но мне вот именно хотелось, чтобы были шифты. Мне не очень удобно, когда все шесть кнопок надо нажимать. Вот, такие дела, ребят. Ссылка на скачку, опять-таки, игры, это есть в комментариях. Если вдруг вы еще не скачали, ссылочка есть. Заходите, качайте, играйте бесплатно. Все супер. Ссылка на продавца, где эти джойстики я купил, тоже есть в описании. Если вы где-то в другом месте не найдете. Может, вы найдете что-нибудь поинтереснее. Что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам было видео интересно, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что бы еще хотели интересного увидеть на канале. На этом у меня все. С вами был Аня Цзука. До новых встреч.